14-летняя Анастасия Шеремет многократная участница Международной Олимпиады по основам наук, по русскому языку и обществознанию. Этот день для нее и еще для восьми подростков особенный. Эти ребята получили свой главный документ не в МФЦ, а в правительстве Самарской области из рук губернатора. Сегодня утром я готовилась, так как это для меня очень важное мероприятие. Такое бывает только раз в жизни и я очень рада. Конечно, это знаменательное событие у наших детей сегодня, получение такого важного документа. Это шаг во взрослую жизнь, первый маленький шаг. Очень приятно, что мы здесь сегодня находимся. О том, насколько этот день особенный, ребятам напомнил губернатор Самарской области. На мой взгляд, очень важно и знаменательно, что паспорт вы получаете в день государственного праздника, день флага Российской Федерации. Невозможно любить то, что ты не знаешь. А вот чем больше ты узнаешь, тем больше, конечно, ты влюбляешься и в историю нашей страны, а значит и в нашу великую родину России и Самарскую землю. Вот именно для этого мы с 1 сентября текущего года вводим новый предмет, история Самарской области, который будет во всех школах. Каждый из этих ребят уже успел заявить о себе в образовательной, спортивной и общественной деятельности. На торжественную церемонию дети пришли в сопровождении мам и пап, а некоторые с младшими братьями и сестрами. Кто волнуется больше, сказать сложно. Очень волнительно и одновременно очень приятно, потому что ты не просто получаешь где-то паспорт, а именно у губернатора. Это очень приятно, что мы оказались в числе избранных, что нам в какой-то степени, может быть, повезло. Это не просто какой-то документ, это какой-то знак, что я уже взрослый, я отвечаю за свои действия, и это безумно приятно. Что значит быть гражданином своей страны, каждый из этих девчонок и мальчишек решит для себя сам. Но уже сегодня у большинства амбициозные планы. Елена Малютина, Константин Головин. События.